День добрый, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас среда, 27 августа, и мы начинаем наш вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Стоит отметить, что сегодня не ожидается публикация интересной статистики. Сегодня день достаточно такой пустой в этом плане, и поэтому мы сразу же перейдем к обзору пары евро-доллара. Сегодня на фоне отсутствия публикации интересных макроэкономических релизов следует ожидать развития боковой тенденции в течение дня. Ключевые события этой недели для пары евро-доллар еще впереди. Они намечены на четверг и пятницу, то есть на завтра и на послезавтра. И в этой связи участники рынка могут занять выжидательную позицию для оценки перспектив медвежьего тренда по единой европейской валюте. Накануне мы получили очень хорошие данные из Штатов. У нас вчера было опубликовано два отчета. Первый по заказам товара долгосрочного пользования. Тоже очень сильный индикатор, оказывающий влияние на ВВП, потому что это личное потребление. На личное потребление у нас приходится порядка две трети американского ВВП. Это один из компонентов личного потребления, заказа на товар долгосрочного пользования. Вчера мы увидели очень такой стремительный рост, рекордный рост у нас был в июле, что крайне благоприятно для американской экономики, поскольку такой сильный рост на 22,6% создает очень хороший задел на сильное личное потребление в текущем квартале. И сейчас можно ожидать выхода достаточно хороших данных по темпам экономического роста. Но естественно, что на одном только таком релизе трудно делать прогнозы. Тем не менее, у нас есть определенные хорошие предпосылки. В июле мы видели хорошие данные по Non-Farm Perils выше 200 тысяч, что также приравнивается к 3% по ВВП. Также мы видим хороший спрос на заказ товарного срочного пользования. Также мы видим рост потребительской доверенности. Вчера данные от Conference Board также порадовали участников рынка. Вновь был установлен новый рекорд. Данные вышли лучше медиана прогнозов на отметке 92,6%. Скажу, что для меня это тоже стало сюрпризом, потому что я ожидал все-таки выхода данных на уровне медиана прогнозов или немного похуже, такое символическое значение, чуть похуже, чем медиана прогнозов, потому что у нас медиана прогнозов была и так показывала достаточно высокий рост. Все же я ожидал немного данных похуже, но тем не менее, вчера мы увидели очень такие хорошие, позитивные данные. И на этом фоне мы увидели, что пара евро-доллар не пошла закрывать свой гэп понедельник, а пошла вниз, и она сходила к первому уровню поддержки в эту область. У нас сегодня минимальное значение дня. Вчера пара пошла к этой поддержке, а сегодня она ее немного преодолела. У нас минимальное значение текущего дня 1.3152, но сейчас мы видим отскок, то есть не можем пока закрепиться за первой поддержкой. Текущая котировка 1.3175. А вот вчера у нас минимум дня был 1.3164, то есть в одном пункте от первого уровня поддержки. Немного также необходимо поговорить об обликационном рынке. Доходности десятилетних немецких бандов и американских трежерис по-прежнему расширяются, спред расширяются, что благоприятно, с одной стороны, для доллара. И второй фактор, немецкие банды, их доходности находятся уже длительное время ниже отметки 1%, ниже 1%. Текущая доходность по немецким бандам 0.93, что крайне негативно также для валютного рынка, для пары евро-доллар, потому что участники облигационного рынка не ожидают роста инфляции, наоборот, они ожидают сокращения инфляции. Снижение инфляции в еврозоне – это крайне негативно для единевропейской валюты, поэтому мы имеем такой устойчивый медвежий тренд, что он был раньше, что у нас на текущий момент он по-прежнему устойчивый. И в этой связи нам необходимо продавать пару евро-доллар на краткосрочном росте котировок. Вчера мне также задавали вопросы по поводу закрытия ГЭПа. Я говорил, что ГЭПы закрываются в 90% случаях первые два дня, но вот ни в понедельник, ни во вторник в первые два дня мы не увидели закрытие ГЭПа по паре евро-доллар. По другим основным парам мы ГЭП закрыли сразу же в понедельник, что по паре фунт-доллар, что по паре доллар-иена. Вот пока пара евро-доллар сопротивляется, хотят участники рынка поднимать котировки выше. Нет пока у нас заказов примерно в области закрытия ГЭПа. Тем не менее, пока что данная ситуация у нас еще может реализоваться. Нет у нас ничего невозможного. Поэтому, на мой взгляд, наиболее эффективно все же продавать пару евро-доллар от уровня сопротивления. На одну часть продажи разместить на первом зоне первого сопротивления 1.3205 и вторую часть на отметке 1.3242. Как раз именно второй уровень сопротивления у нас совпадает с закрытием ГЭПа. Поэтому входим частично. Возможно, мы будем закрывать ГЭП, возможно, не будем. Как вы видите, остальные валютные пары, основные, закрыли ГЭП. Пара евро-доллар вот единственная, кто ГЭП не закрыл из основных валютных пар. Поэтому, вполне возможно, что все же мы его можем закрыть. Тем более, у нас сегодня не ожидается публикация важной макро-статистики. Но, стоит сказать, что если мы увидим туда рост котировок, то там будет очень много продавцов, очень много желающих продать. Поэтому, нам также необходимо будет продавать. Поэтому, открываем позиции на продажу на уровнях сопротивления на первом и на втором. Мы фиксируем прибыль на уровнях поддержки. Большую часть прибыли лучше всего зафиксировать на втором уровне поддержки. 1.3401. Простите, 1.3104. Как раз именно теперь здесь мы можем сделать некоторую остановку по паре евро-доллар. Это у нас очень сильный уровень. 1.3104. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Я в 10 часов МСК продал евро-доллар. Походу, я ошибся. Николай, вы знаете, сейчас вот такая ситуация, что с одной стороны фундамент показывает, что мы дальше должны повалиться вниз, но гэп мы еще не закрыли. Как я уже говорил, гэпы в большинстве случаев закрываются. И, естественно, что когда много участников рынка видят эту ситуацию, что гэп не закрыт, естественно, у многих возникает желание именно там разместить заявки на продажу. Поэтому, если у нас там будет очень много заявок в этой области, в зоне закрытия гэпа, это область 1.3204, плюс-минус там с копейками, то маркетмейкеры двинут котировки именно туда. И там у нас будут активированы эти заявки на продажу, и тогда мы повалимся вниз. Если заявок будет мало, то маркетмейкеры туда не двинут котировки. Мы, возможно, подрастем как раз в область 3205. Это тоже у нас такая очень хорошая проторгованная область. Вы можете посмотреть на часовых свечках. У нас и в понедельник была консолидация возле этого уровня, и во вторник. Сейчас эта область тоже будет очень привлекательной. И, возможно, там у нас будет очень много заявок на продажу. Лично я не стал бы продавать по отметке 1.3159. Вчера я сказал, что у меня ордер на продажу небольшой висит на отметке 1.3240. Дальше уже на уровнях сопротивления 1.3295-1.3340. То есть вот у меня на этих отметках висят уровни. Сегодня я уже немного тоже подкорректировал. У меня теперь первый уровень, первый ордер на продажу стоит на отметке 1.3205. И второй на отметке 1.3240 в зоне закрытия ГЭПа. И дальше уже 1.3290 и так далее. То есть я сам тоже немного подкорректировался вниз, но все же лично для меня отметка 1.3159 все же выглядит такой более рискованной. Текущая котировка 1.3178, то есть от вашей отметки это у нас получается минус 19 пунктов, плюс 2 пункта на спред, то есть минус 21 вы имеете убыток. Лично вот на мой взгляд все же лучше продавать частично от отметок 1.2 сопротивления 32.05 и 32.42. Это вот лично мое мнение. Так, фунт доллар вверх тоже рванул. Да, про пару фунт-доллар мы сейчас поговорим обязательно. Как вы думаете, не кажется, что только не сильно хороший ВВП в четверг может направить пару в область лучших продаж 32.30-32.45? А другие показатели вряд ли повлияют. Николай вполне возможно, потому что вторые оценки по ВВП, они практически всегда пересматриваются. Либо в сторону понижения, либо в сторону наоборот, в лучшую сторону, в сторону улучшения. Поэтому завтра, безусловно, наверное, у нас будет пересмотр в какую-то сторону. Вполне возможно, что первая оценка была очень такая оптимистичная. И вполне возможно, что завтра мы увидим пересмотр немного в худшую сторону. У нас медиана прогнозов показывает пересмотр на 0.1% в худшую сторону. У нас первая оценка 4% за квартал, вторая вот сейчас 3.9% медиана прогнозов. Вполне возможно, что мы увидим 3.8%. Вполне возможно, что на этих данных, якобы таких, скажем так, негативных, умеренно негативных, но на самом деле это не негативные данные, это позитивные. Сейчас все, что выше 3% по ВВП для экономики штатов, это позитив. А все, что там, скажем, 4% выше, это уже суперпозитив. Потому что вспомните, какой там был ВВП в первом квартале, там был отрицательный, там был провал. Но, и поэтому после такого провала в первом квартале сразу же такое резкое восстановление, там 4% плюс, это очень и очень хорошо, это супер. Поэтому даже отметка 3.8%, конечно, у нас могут, допустим, некоторые экономисты сказать, что вот смотрите, данные вышли хуже на медианы прогнозов, 3.8%, 3.7%, мы на этом фоне доллар ослаб. Но на самом деле это просто так отговорки, данные хорошие, и, естественно, тогда мы сможем увидеть вполне возможно некоторый рост. Но я еще раз подчеркну, у нас пара евро-доллар пойдет на закрытие ГЭП лишь только в том случае, если у нас будет много заявок на продажу со стороны институциональных инвесторов и корпоративных клиентов, расположенные именно в этой области. Даже если данные ПВП завтра, вторая оценка, будет хуже медианы прогнозов, но заявок будет мало, то котировки туда не пойдут. Поэтому об этом тоже нужно понимать, что у нас не только одни данные влияют на котировки. Факторов очень много, в том числе и фактор вот этого объема, фактор ликвидности. Если там будет много объемов на продажу, то котировки пойдут. Маркетмейкеры, они работают за комиссию, представляют платные услуги для клиентов, и им необходимо эти платные услуги предоставлять, если там много заявок. Эти заявки необходимо активировать. Если заявок мало, то смысл туда идти, будут исполнять те заявки, те уровни цен, где заявок больше. Поэтому мы сейчас с вами не знаем, где много заявок. Заявки поступают каждую минуту, где их больше, либо на 32.05, либо на 32.42. Поэтому, чтобы не гадать, открываем и там, и там ордер, селлимит, и ждем развития ситуации. И фиксируем прибыль на уровнях поддержки. На верхнем уровне лот поменьше или наоборот побольше. Я, Сергей, лично разместил побольше лот. На первом уровне лот поменьше, на втором побольше, и на третьем уровне тоже такой же лот, как и на втором уровне. То есть, на первом уровне я всегда лично размещаю, вот, я всегда захожу частями, допустим, там, либо в два захода, либо в три, либо в четыре захода, в зависимости от ситуации на рынке. И я всегда на первом уровне, всегда размещаю лот поменьше. На втором уже побольше, а третий, четвертый, это примерно такой же, как и на втором уровне. Но кратковременно могут пойти вверх. Кратковременно могут пойти вверх. Мы сейчас это и наблюдаем. 1.31.75. То есть, с открытия европейских площадок мы наблюдаем рост. Вот, поэтому, как я уже говорил, у нас первый сильный уровень 3.205. Там у нас много заявок на продажу, безусловно, потому что вы можете посмотреть на часовые свечки. У нас в понедельник была проторговка возле этого уровня. Именно уровень сопротивления. То есть, мы подходили, отбивались от него, подходили, отбивались от него. О чем нам это говорит о том, что там есть продавцы. То есть, котировки подрастают, активируют заявки на продажу, цены падают. Потом опять маркетмейкеры поднимают котировки вверх, заявки активируются, котировки падают. Это уровень, там много продавцов. То есть, тут как бы все понятно. То же самое было и во вторник. Котировки подросли, у нас максимум 32.14, потом опять котировки упали к первому уровню поддержки 3.163. Опять много заявок на продажу. Поэтому там очень много заявок, продавцы продают активно. Поэтому, скорее всего, маркетмейкеры опять двинут туда котировки, чтобы продавцы еще раз запродались. То же самое нам необходимо делать и с вами. Если мы видим этот уровень, он проторговывается, нам необходимо делать то же самое. Хотелось бы узнать, на каком таймфрейме строятся уровни поддержки сопротивления. Николай, дневной таймфрейм в большинстве случаев редко недели. Если дневные таймфреймы не показывают уровни в ближайшем диапазоне, то смотрю на недельные графики. В общем, часовые, четырехчасовые свечки я не смотрю. Но если смотрю, то очень редко, допустим, может быть, один раз в два месяца, скажем так. В основном день, день и неделя. День более часто, неделя пореже. Потому что именно на этих уровнях, именно по этим таймфреймам у нас работают институциональные инвесторы, корпоративные клиенты. Они не смотрят на уровни часовые. Зачем им это смотреть? Они смотрят на сильные уровни. А сильные уровни как раз в день недели. И уже на них они размещают заявки на продажу, покупку. Поэтому я делаю то же самое. Зачем смотреть на час, когда лучше смотреть на день? То есть, зачем тратить время на часовые, четырехчасовые свечки, там, пятиминутки и так далее, если они, в принципе, менее эффективны? Нужно следовать за профессионалами. Профессионалы смотрят день и неделя. Поэтому вот я то же самое делаю. И поэтому выделяю уровни для вас. Как вы видите, они работают. Поэтому уровни работают. Естественно, что нужно применять в совокупности. То есть, не просто уровни, допустим. Мы же не знаем, что здесь будет, отбой или пробой. То есть, уровень есть. На этом уровне будут заявки, либо покупка, либо продажа. А что уже будет, нужно определять с помощью, в том числе, и фундаментального анализа. На фундаменте определяем тренд по этим уровням, поддержке сопротивления, определяем точки входа, точки стоп-лосс, тейк-профит. Ну и правила управления капиталом. Берем сбалансированные риски, и успех нас ожидает. На третий подход к сопротивлению может объем будет меньше. Андрей, вы знаете, я не знаю ничего, какой будет объем, потому что этого не знает никто, этого не знаю ни я, ни вы. Поэтому зачем нам, в принципе, гадать? Мы выставляем заявки на продажу на этих уровнях, и уже ждем и следим за развитием ситуации. Поэтому, если у нас туда цена не пойдет, то активируется только одна продажа. Если у нас будет откат, просадка некоторая, то для нас тоже позитивно активируется и второй, и третий уровень. Поэтому, скажем так, мы не знаем, какой именно объем где расположен, этого не знает никто. То есть это знает только маркет-мейкеры, но они нам с вами не расскажут, потому что это коммерческая информация, конфиденциальная информация, инсайдерская информация, нам они с вами не расскажут. С нами не поделятся, поэтому нам не стоит об этом думать, голову ломать. Все равно мы ничего не узнаем никогда. Поэтому, открываем позицию на продажу на уровне сопротивления и уже ждем развития событий. Так, переходим к паре фунт-доллара. В паре фунт-доллара была стабилизация у нас в понедельник и во вторник первую половину дня в области диапазона 1,65-1,36-1,66 ровно. И затем уже вчера после выхода позитивной макро-статистики из Штатов, как я уже говорил вчера, очень хорошие данные были по заказу товарового срочного пользования, и также индикатор потребительской уверенности в августе продемонстрировал рост. Это все крайне позитивно для американской экономики и также для американского доллара. И вчера мы увидели покупки доллара по всем фронтам, в том числе и против евро, против фунта, против иены. И на этом фоне пара фунт-доллар снижалась. Стоит отметить, что внешняя и внутренняя конъюнктура сейчас не способствуют укреплению фунта стерлинга, и в этой связи можно рассчитывать на снижение котировок в ближайшее время в области 1,65-1,10. Внешняя конъюнктура, то есть имеется в виду за пределами Великобритании, как вы видите, Штаты показывают хороший рост, статистика из Штатов крайне позитивная, что настраивает быков на покупку доллара. Внутренняя конъюнктура это уже внутри Соединенного Королевства, Великобритании. Здесь тоже не все так стабильно, как мы видим, торговый баланс вновь увеличивает отрицательное сальдо, что крайне негативно для экономики. Также мы видим снижение инфляции. В последнем релизе за июль, в августе, наверное, мы тоже либо увидим инфляцию на той же отметке 1,6% в годовом исчислении, либо инфляцию чуть ниже, 1,5%, потому что у нас тоже ситуация пока что нестабильная в плане инфляции в Великобритании. И данные уже мы получим за август, а в сентябре. Вот в августе мы получили данные за июль, а за август получим в сентябре, в середине сентября. Поэтому, на мой взгляд, еще одну-две недели мы будем либо консолидироваться, либо умеренно снижаться, а уже после этого можно будет думать о некоторой коррекции в паре фунт-доллар. Если посмотреть на кросс-курс еврофунт, тоже очень хороший такой опережающий индикатор, то он у нас, несмотря на то, что показывает некоторые снижения, тем не менее пара фунт-доллар тоже снижалась вчера. Это нам указывает на то, что нет здесь поддержки для быков по паре фунт-доллар. Поэтому сейчас необходимо использовать краткосрочный рост котировок для открытия позиций на продажу. Сейчас мы видим рост котировок, и у нас текущая отметка 1.6563, вчерашний максимум дня 1.6594, и вот куда-нибудь в область вчерашнего максимума можно разместить заявку на продажу пары фунт-доллар. Как раз эта область у нас совпадает в том числе и с вторым уровнем. Он у нас второй уровень был до вебинара, вот сейчас во время вебинара мы увидим сильный рост, поэтому это у нас уже получается первый уровень сопротивления, поскольку слайды были составлены до вебинара. А вот сейчас мы наблюдаем рост такой хорошей пары фунт-доллар, краткосрочный рост всего лишь навсего. И как раз совпадает эта область вчерашнего максимума с первым сопротивлением 6602, поэтому здесь можно разместить ордер на продажу пары фунт-доллар, и второй ордер на продажу на отметке 1.6667. Фиксировать прибыль необходимо вблизи 65-й фигуры в область 1.65-1.6510. Вот в этой области можно фиксировать прибыль. На мой взгляд, пока что сильно дальше 65-й фигуры мы тоже, наверное, не пойдем. Все-таки очень сильно пара фунт-доллар перепродана, и, наверное, мы по-прежнему будем находиться вот в таком рейнже боковой торговли. Такой у нас диапазон. 65-я фигура внизу и 66-я фигура наверху, плюс-минус небольшие отклонения. Поэтому на верхней границе этого диапазона 66-я фигура плюс-минус несколько пунктов можно разместить одну часть на продажу и уже на отметке 1.6667 вторую часть на продажу пары фунт-доллар. И фиксируем прибыль в нижней границе этого диапазона 65-я фигура с небольшим там 65-10, 65-20. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Так, где мы остановились? Так, слабый медведь. Они между собой не особо делятся. Это я не понимаю, про кого, Андрей, уточните тогда, кто с кем не особо делится. Мое мнение по фунту, началась третья волна роста на пробитие 1.6560. Может, я ошибаюсь, как вы думаете. Третья волна роста, а где тогда у нас первая волна и где вторая волна? И какой таймфрейм вы имеете в виду? Ну, хотя бы не первая волна, а тогда где у нас вторая волна роста? Уточните, пожалуйста. Фундаментальный анализ пока что не показывает на рост пары фунт-доллар. По технике мы находимся пока в боковике последние несколько дней. Поэтому, на мой взгляд, этот боковик мы еще и будем реализовывать. Ярослав, это по Ильюту прогноза третья волна? Да, Ярослав, уточните, пожалуйста, что это по Ильюту или что это цикл третьей волны? Ведь разные есть подходы в третьей волне. Кто-то цикл из поиска, кто-то волна Ильюта. Да, но ошибся, недосчитал. Так, да, напишите, пожалуйста, Ярослав, а то мы здесь многие не понимаем, какая это именно волна. Если по евро все понятно, то показатели ФА по фунту противоречивы, что в данном случае влияет на направление тренда. Так, Николай, большое спасибо за вопрос. Ну, почему по фунту показатели непонятны? Здесь тоже, в принципе, понятно. Инфляция снижается, торговый баланс также снижается, положительная сальда. Точнее сказать, и положительная сальда вообще нет в Великобритании. В последние месяцы там отрицательная сальда, оно растет. То есть экспорт растет меньше, чем импорт, импорта больше. Это тоже крайне негативно для экономики, для ОВП. То есть здесь тоже умеренный негатив, потому что у нас, почему пара фунт-доллар росла летом, в начале лета? Потому что были слухи о повышении ставок, об ужесточении монетарной политики. Необходимо понимать, что монетарную политику не будут ужесточать, когда инфляция находится на отметках 1,5%, 1,6%, 1,7%. Инфляция должна быть либо на отметке 2%, это ключевой уровень у Банка Англии, либо 1,9%, допустим. Но возможно, что при 1,8% Банк Англии пойдет, но это все равно будет достаточно противоречивое событие, потому что кто-то все равно будет выступать за то, что необходимо все-таки дождаться повышения инфляции. И, в общем, даже если мы увидим повышение ставок на отметке 1,8% по инфляции, все равно это будет такая, скажем так, нервозная картина, потому что кто-то будет за ставки, кто-то будет против. То есть не будет единого мнения по этому вопросу, это тоже всегда негативно. И когда мы будем получать некоторые негативные релизы, то как раз у нас опять будут разговоры, что вот смотрите, поторопились вы, рано ставки повысили. Инфляция-то по-прежнему низкая, поэтому не стоит сейчас думать, что Банк Англии пойдет на повышение инфляции. Ну, простите, на повышение ставок, потому что инфляция низкая. Получается, у нас из Великобритании умеренный негатив. Штаты, напротив, показывают позитив, причем достаточно хороший позитив, даже не умеренный позитив, а хороший. Посмотрите на S&P, он полностью отражает рост американской экономики, он штурмует новые высоты. Об этом я также говорил неделю-две назад о том, что ждем обновления хаев, то есть обновления исторического максимума по S&P, все у нас к этому идет. Коррекция завершилась по S&P. Нисходящая, и поэтому получается у нас умеренный негатив, умеренный позитив. Единственное, что чисто технический фактор, то, что британская валюта очень сильно завалили, в последнее время она перепродана, вполне возможно ждать некоторой такой коррекции, куда-нибудь в область 67-й фигуры, но тем не менее, это коррекция. Сейчас не стоит рассчитывать на продолжение роста в область 1.70, 1.72. То есть максимум, на что сейчас британская валюта способна, это на коррекцию. Докуда коррекция может быть? Ну, посмотрите на дневной график, или даже, наверное, на неделю, потому что здесь очень много дней таких нисходящих. У нас даже по неделям, у нас 7 недель продажи было британской валюты. Вполне возможно, что да, у нас будет некоторая консолидация, стабилизация, но тем не менее, все равно сейчас не стоит рассчитывать на такое укрепление британской валюты. С одной стороны, вроде бы да, много ее продали, но тем не менее, посмотрите на пару евро-доллар, ее тоже очень много продали. Тем не менее, все равно она вниз потихонечку валится, и валится, идет потихонечку вниз. Поэтому, все же, на мой взгляд, наиболее эффективно пока что именно смотреть вот этот такой боковик, 65-я, 66-я фигура, вот в течение 1-2 дней, и торговать уже от верхней границы на продажу 66, на продажу первой отметки, и вторая 66, 67. Так, первая была от ГЭПа, вторая АБЦ, сейчас была вчера, сейчас третья. Это, я так понимаю, часовые свечки, Ярослав, уточните, пожалуйста. То есть, в краткосрочке и среднесроке фунта медвежий тренды. Николай, в краткосроке, я думаю, тренд у нас боковой, у нас будет консолидация такая. Мы будем немного падать, немного расти. Это краткосрочный такой тренд, наверное, на одну неделю. Это, вот в моем понимании, краткосрочный тренд. Что касается среднесрочной тенденции, то, на мой взгляд, мы еще можем снизиться. У нас вполне можем дойти до уровня поддержки 64-65, также до уровня 64-й фигуры. Почему мы можем снизиться? Это будет связано даже не с то, что вот прям все плохо так и в Великобритании, но просто мощный тренд сейчас по доллару формируется. Посмотрите на индекс долларовой корзины. Там у нас рост очень хороший, рост очень уверенный. Стоит также отметить, сейчас индекс долларовой корзины сегодня находится вблизи сильного сопротивления. Вполне возможно, что здесь тоже будет некоторая стабилизация. И как раз эта стабилизация, вот сейчас индекс доллара снижается, и мы видим рост пары евро-доллар, рост пары фунт-доллар и снижение пары доллар-иена. То есть мы видим именно синхронное снижение доллара, то есть некоторая такая стабилизация, некоторая коррекция. Естественно, что тренд по-прежнему сильный. Мы сейчас немного порекорректируемся по доллару, индекс доллара корректируется, после чего мы пойдем вверх опять по индексу доллара. Соответственно, мы пойдем вниз и по евро, и вниз и по фунту, то есть фунт будет продавать за компанию. за компанию с тем же евро и за компанию с той же японской иеной так, а сегодня на часовке не чашка с ручкой вырисовывалась вы знаете, я, Виталий, не слежу за такими фигурами чашка с ручкой там термос с крышкой это шутка небольшая и так далее и тому подобное я все же такой сторонник фундаментального анализа и торговли по уровням и анализа деятельности маркетмейкеров где у нас много заявок, где у нас про торговки и так далее и тому подобное, поэтому в этом плане не могу вам ничего посоветовать, какие там у нас чашки и другие чайные наборы формируются сейчас по фунту но я могу не досчитать если сегодня низ пробьет, то это неправильный анализ Ярослав, вы знаете, все же часовые свечки очень много шума ложного приносят, поэтому я вот лично все-таки сторонник того, что на часовых свечках очень плохо строить анализ причем, наверное, по любым стратегиям что по любым подходам, что волны иллиоты что графические уровни, что различные фигуры и так же индикаторы все равно, все же, чем выше таймфрейм, тем более точнее сигнал у нас будет, тем больше сигнал набирает силу поэтому часовые свечки, на мой взгляд, это не показатель но это еще раз почему, на мой взгляд, не показатель поживем и увидим, возможно ваша статистика, ваш подход он правильный и в общем ждать осталось недолго, поживем и увидим уточните, пожалуйста примерные тогда цели по вашим разметкам по паре фунт-доллара, чтобы нам было понятно где можно научиться читать свечи и прочие графики Евгений, большое спасибо за вопрос у нас проводились вебинары на эту тему свечной анализ графический подход уровней фигуры и так далее найдите на нашем сайте freshworks.org в разделе обучения видео уроки есть вебинары вы можете посмотреть видеозапись да, они в архиве есть это у нас примерно было время проведения данного вебинара ноябрь-декабрь 2013 года то есть ищите в архиве там как можно глубже копайте то есть явно не на первых страницах потому что первые страницы это август 2014 года а вебинары проводились ноябрь-декабрь 2013 нет, Ярослав не надо ни в коем случае извиняться ваше предположение оно тоже имеет право на жизнь поэтому спасибо вам большое что вы также высказываете свое мнение то есть вы высказали свое мнение кто-то из участников нашего вебинара тоже высказал свое мнение я высказал свое мнение и вот мы здесь обсуждаем приходим все же к наиболее рациональному мнению то есть формируем консенсус прогноз скажем так вот у нас экономисты формируют консенсус прогноз экономисты на Wall Street по фундаментальным данным мы с вами тоже формируем консенсус прогноз уже по торговле по основной валютным парам поэтому всегда высказывайте свое мнение ни в коем случае не стесняйтесь то есть вы высказали свое мнение я высказал свое мнение Вот мое мнение, все же лучше продавать на снижении в область 65 фигуры. Вы выскажите свое мнение, что у вас рост. Напишите, пожалуйста, примерную цель вашего роста, где у вас идет рост, где заканчивается рост по вашей стратегии, по вашему подходу. И мы уже посмотрим, скажем так, что же у нас наиболее эффективно. Нужно обзор трех валют, а потом диалоги. Да, Владимир, мы немного отвлеклись, сейчас переходим уже к обзору пары доллар-иена. Как вы видите, вопросов очень много, поэтому на них приходится отвечать. Поэтому, Владимир, не судите строго нас, немного отвлеклись. Переходим к обзору пары доллар-японская иена. Быки по-прежнему выкупают любое снижение пары доллар-иена, что указывает нам на наличие устойчивого восходящего тренда. Вчера мы снизились в область первой поддержки 103.75 в азиатскую торговую сессию, после чего у нас был рост по паре доллар-иена в область 104 фигуры. Чуть выше у нас вчера максимум был 104.16, сегодня у нас максимальное значение 104.15. То есть мы вчера отбились от первого уровня поддержки и подросли до первого уровня сопротивления. И после чего уже, скажем так, вновь сейчас мы находимся в консолидации, вновь снижаемся. Необходимо отметить, что поскольку мы не наблюдаем сильного снижения котировок, не наблюдаем сильного давления со стороны импортеров, значит их риски захеджированы. Риски импортеров, торговые риски, и они также готовы к продолжению бычьего тренда. Поэтому наш прогноз по паре доллар-иена не меняется, остается прежним. Необходимо открывать длинные позиции на краткосрочном снижении котировок к уровням поддержки и фиксировать прибыль на уровнях сопротивления. Сейчас мы видим некоторое снижение, такой небольшой откат, 103.92 текущая котировка. Уровни поддержки у нас на сегодня 103.75, 103.28. Вот здесь скрываем позиции на покупку, 1 часть 103.75, 2 часть 103.28. И фиксируем прибыль на отметках на уровнях сопротивления 104.12, 104.80. То есть пока что мы будем умеренно снижаться, быки выкупают снижение, потом растем, потом опять будем умеренно снижаться, опять будем расти. И вот, скажем так, открываем длинные позиции на снижение и фиксируем прибыль на уровнях сопротивления. Уважаемые коллеги, здесь на слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления по основным валютным парам. Вы с ними можете ознакомиться. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Где вы так вот ответили? Цели пробития 65.60. Но это... Ярослав, тогда я лично вас не понимаю. То есть если у вас волна направлена вверх, то есть выращиваете как волна роста, у нас текущая котировка 1.60. А, да, вы исправили, все понятно. Просто я тоже не понял, потому что у нас уже котировка выше. Цель 66 ровно. Ну, тогда да, у нас с вами мнения совпадают. То есть я также ожидаю роста котировок, а там уже продавать. А вы ожидаете просто роста котировок. В целом наши мнения с вами, получается, совпадают. Доллар и швейцарский франк. Доллар и швейцарский франк, Николай, я не отслеживаю, поэтому ничем вам не могу помочь. Отслеживаю вот пару евро-доллар, фон доллар-доллар-ген, а также смотрю за золотом, за платиной-палладием и за S&P 500. Эту аналитику по золоту, платине, палладию, S&P 500 вы можете посчитать на нашем сайте в разделе фундаментальный анализ. Там есть эта аналитика. Также, если кому интересно, есть у нас торговые идеи, инвестиционные идеи от нашей компании FreshForex по золоту. Можете посмотреть специальный тематический вебинар. Там у нас был анализ золота с позиции фундаментального анализа и технического анализа. И дано готовое торговое решение по золоту. Кроме сильных показателей по США, какие показатели в Англии? Фундаментальные в ближайшее время по фунту могут стать катализатором движения и выйти из боковика. Но вы знаете, у нас эта неделя такая невольно богатая на статистику по Великобритании. Поэтому у нас достаточно так мало статистики очень сильной по Великобритании. Все же у нас интересна статистика по Штатам на этой неделе, по Японии инфляция, по еврозоне инфляция. Поэтому на этой неделе ничего такого интересного нет, что прям вот так способствовать катализатор именно из Великобритании. Катализатор может прийти из Штатов вполне возможно или даже из еврозоны. На слабых данных по инфляции пойдем вниз. Вот уже на следующей неделе будут у нас данные по Великобритании. Первой неделе традиционно там три индекса PMI, производственный сектор, строительный сектор и сектор сферы услуг. То есть на этой неделе данных практически нет важных. Там данные второстепенные будут опубликованы. А вот уже на будущей неделе будут интересные данные. На будущей неделе также еще будут Пэролсы в пятницу, потом у нас 4-е заседание ЕЦБ, заседание Банка Англии. В общем, в следующей неделе будет очень интересно на валютном рынке Форекс. Эта неделя такая вот менее насыщенная на статистику. Хотелось бы сделать также небольшой анонс. Сегодня в 5 вечера мы проведем тематический вебинар, как диверсифицировать свои риски в инвестиционной платформе Флагман Инвест. Любое инвестирование сопряжено с риском, об этом всегда нужно помнить и понимать данный процесс. Поэтому мы рассмотрим факторы, которые могут снизить риски при инвестировании через данную инвестиционную платформу, которую зарабатывала наша компания Фрэш Форекс. Приглашаю всех желающих принять участие на этом вебинаре. Ваше отношение к Market Vision. Уточните, пожалуйста, что это такое. Просто я что-то такое не слышал, что такое Market Vision. Напишите, пожалуйста, поподробнее, что это такое, что это означает. Просто я что-то с этим не сталкивался. Завтра, как обычно, в 10.30 по Москве мы проведем вебинар ежедневный обзор валютного рынка и также в 5 вечера тематический вебинар с люди заносами на нашем сайте Фрэш Форекс. С торговой системой я с ней не знаком, поэтому у Андрея ничего вам не могу сказать, что это за система, а какая она система, поэтому ничего вам не могу посоветовать. Уважаемые коллеги, если больше вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю всем попутного тренда, всем успехов в торговле и приглашаю вас на наши вебинары, которые мы ежедневно для вас проводим с понедельника по пятницу. Большое всем спасибо за внимание. До новых встреч.